Я сейчас не могу, меня надо пригодить. Смотрите медики пока. В Израиле семья Житковых с прошлой недели побывать успели уже в двух клиниках. Первая, в которую обратились, по словам отца девочки Сергея Житкова, отказалась проводить лечение из-за сложности заболевания, поэтому обратились в другое медучреждение. Клиник Шипа нас готова рассматривать. Участвует какое-то время на оформление документов, на прохождение обследований и так далее. Я смогу держаться в курсе вечером только в другом контакте. Как рассказал Сергей, ввиду всей сложности ситуации, они прибегнули к услугам израильской фирмы-посредника, которая занимается организационными вопросами. Человек занимается нами, он нас за ручку подводит, конкретно на двух трубах. Вчера он нас за ручку подвел в протестскую ручку. Просто так, в улице, в протестскую нельзя, в принципе. Про них есть много негативных отзывов, как они работают и так далее. Мы вышли на человека, про которого есть отзывы у наших знакомых. Мы встретились здесь с людьми, которые работали. С кем он работал? Кому он помогал. Он также сообщил, что пока врачи, которые осмотрели Веронику, делают примерно одинаковые прогнозы. Нужна лучевая и химиотерапия. Если не поможет, операция и длительная реабилитация. Я очень надеюсь, что если мы куда-то подъемы, у нас получится собрать необходимую сумму. А необходимая сумма для этой клиники – это сколько? Она станет известна сегодня-завтра. Вот опять же, со слов родителей, которые там пролечились, получается, 4 года назад, эта сумма составила 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов, да? Да, в течение то ли 6, то ли 5 минут. По словам Сергея, на данный момент, благодаря усилиям многих неравнодушных людей, собрано примерно 4 миллиона рублей. Сбор средств в Сызрани ведется и по настоящее время. Проводятся благотворительные акции, мероприятия, концерты, а также спортивные турниры. Ребята, золотые. Спасибо вам, что не бросаете на 20-е годы. Это, конечно, плава просто плава. Тем огромное, что организовываются мероприятия и акции. Это бешеная подверг. Она очень-очень-очень дает свои плоды не только в финансовом плане, но и в том, что люди узнают все больше и больше о наших веках, включая в следующие проблемы. Спасибо всем огромное. Спасибо.